Что делать, если вам уже удалили желчный? В этом видео я дам пошаговый план, как жить качественной и здоровой жизнью без желчного пузыря. Вы думаете, что это вас никаким образом не коснется, то вы, возможно, да, очень серьезно ошибаетесь. На проблемы с желчным пузырем влияет наш образ жизни, наше питание, постоянные стрессы. Поэтому обязательно смотрите это видео до конца, и я дам, во-первых, первые симптомы возникновения проблем с желчным пузырем, и, во-вторых, какие обследования нужно пройти для того, чтобы убедиться, что у вас все в порядке. И вот на примере нашего режиссера, например, давайте я вам сейчас расскажу, как возникают проблемы с желчным пузырем, почему человек до последнего об этом не подозревает, ну и хорошо, что мы там выявили у него все это на ранних стадиях. Во-первых, да, отсутствие достаточного количества жидкости, достаточного количества воды, особенно теплой, горячеватой воды, которая, как я проверяю горячеватую воду, да, вы просто набираете в рот, и она должна быть терпимая, такая слегка вот на границе терпима-нетерпима. Вот такую воду нужно постоянно пить. Человек этого не делал. В одном из следующих роликов я прямо расскажу все преимущества, для чего нужно пить теплую, даже такую горячеватую воду, поэтому обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик. Дальше. Человек ел большое количество сладкого, мучного, постоянно ел там по 4-5 раз в день, хотя должен есть там максимально 2-3 раза в день. Третье. Игнорировал те боли, которые возникали в правом подреберье изредка после приема жирной пищи. Четвертое. Возможно, да, у него возникали, опять-таки после приема жирной пищи возникает такая горечь во рту. Это тоже говорит о том, что идет заброс желчи. Стрессовал, да, мало спал, много стрессовал, подвергался такому постоянному воздействию стресса, потому что работа такая нервная. Еще один момент. Это отрыжка изжога после приема такой жирной пищи. Даже не после приема жирной пищи, просто возникает отрыжка изжога, такое неприятное ощущение. Если у вас есть хотя бы один из тех признаков, которые я сейчас перечислил, то обязательно ставьте лайк этому видео. В итоге я ему сразу сказал, да, иди, пожалуйста, проверьте, сделай ультразвуковое исследование. И мы определили, что у него, во-первых, нарушена сократимость желчного пузыря, он нормально не сокращается. Во-вторых, в самом желчном пузыре желчь, такого хлопьевидного, наличие хлопьевидного содержимого, это первый шаг к тому, что образовываются камни. Буквально через несколько лет, там, через 2-3 года уже начнут формироваться камни, которые уже потом уже либо удалять, да, либо как-то с ними смиряться и жить. Либо возникает приступ под названием острый холецистит, приступ острого холецистита, когда вот эти камни, сначала хлопья, которые образуются в камне, просто закупоривают проток, вызывают воспаление, да, вызывают то, что желчь не может выходить, и резкие боли в правом подреберье, и обычно человека в полубесознательном состоянии увозят уже в хирургический стационар для проведения операции. Мариночка! Марина, что с ней? Мало пила воды. Новые дела. На самом деле, вот это вот игнорирование таких вот первых симптомов в долгосрочном периоде приведет к серьезным проблемам с вашим организмом и просто-напросто, да, сократит вам вашу жизнь. Как с этим взаимодействовать, что с этим делать, я рассказываю на своем бесплатном мастер-классе, который длится всего 2,5 часа. Ссылка будет в описании под этим видео, поэтому обязательно переходите, буду очень рад вас принять. Так что же делать, если у вас уже все-таки удалились желчные? Первое, что нужно сделать, это очень важно, всегда перед каждым приемом пищи выпивать стакан слегка горячеватой воды, буквально за 20-30 минут до приема пищи. Для чего это нужно делать? Для того, чтобы расслабить все сфинктеры, да, для того, чтобы желчь пошла. Нужно понимать, что сам пузырь-то удален, но желчь-то продолжает синтезироваться, да, желчь продолжает вырабатываться клетками печени. Поэтому таким образом мы стимулируем качественный желчный отток. И если вы будете это делать перед каждым приемом пищи, вы таким образом натренировываете свой организм. Если этого не делать, то тогда желчь, она же продолжает вырабатываться, и она будет просто вот такая густая, да, нормально не будет выделяться из этих желчных протоков, которые идут из нашей с вами печени. Люди прекрасно знают, что с ними происходит, когда удалили желчный. Они очень сильно страдают. Они страдают, могут страдать от запоров, поносов, да, постоянного расстройства желудочно-кишечного тракта, повышенная утомляемость, сонливость, головные боли. Вот все, что угодно, да, может происходить с человеком, если нормально не поступает желчь в просвет 12-першной кишки. Напишите, пожалуйста, в комментариях тем, кому уже удалили желчный, какие с вами происходят, да, из того, что я перечислил, какие события с вами происходят, какие страдания вы получаете из-за того, что уже удалили желчный пузырь. И, кстати, очень сильно повышается тревожность. Вот еще один из таких аспектов, и есть даже целый ряд работ, в том числе наших отечественных ученых, врачей, где показано, что после удаления желчного пузыря у человека просто растет кратно тревожное состояние и панические атаки. А вот еще лучше воды в определенный момент, то есть перед приемом пищи, минут за 20-30, пить желчегонные травы, да, их огромное количество. Там пижма, расторопша, карасины, тот же самый, да, тысячелистник. Более подробный список, какие желчегонные травы существуют, я обязательно опубликую у себя в Телеграм-канале, и как я к ним отношусь, да, как их правильно заваривать. Поэтому обязательно переходите и подписывайтесь. Ссылку оставляю в описании под этим видео. Второе, очень важно, да, отрегулировать свой режим питания так, чтобы вы питались строго в одно и то же время. Почему? Организм таким образом тренируется, да, и вот как вот, знаете, есть такой рефлекс, когда собака Павлова, сделана еще больше 100 лет назад, академиком Павловым, когда нажимали на звоночек, да, и у собаки начала течь слюна. На самом деле у нас все происходит все ровно то же самое. Поэтому если вы будете питаться строго в одно и то же время, например, там, 3 раза в день, да, в 7 утра, там, в 12 часов дня и там в 5 часов вечера, то как раз к этому времени в том числе и будет вырабатываться желчь в нужном количестве. Особенно если вы будете ее в это же время стимулировать либо горячей водой, либо желчегонной травой. Существует такое мнение, что люди с удаленным желчным пузырем должны преимущественно есть не сильно жирную пищу. Я с этим согласен. Да, ну, гораздо тяжелее перерабатывать, потому что нет резервуара, да, желчного пузыря для того, чтобы перерабатывать все эти жиры. Но, тем не менее, иногда себе, не знаю, какой-нибудь кусочек сала можно позволить. Почему? Потому что жиры – это наша энергия. Жиры – это наш строительный материал, в первую очередь, для наших сосудов. Это тот же самый хороший холестерин, да, мы получаем его из жиров. И если вы все отрегулируете, будете вовремя пить желчегонную траву или горячую воду, если вы будете питаться в одно и то же время, то иногда себе можно позволить умеренно жирную пищу. Но ни в коем случае не жареная, да, ни в коем случае там не на костре жареная, а такое, ну, вареное, пареное. Ну, отдавать предпочтение такой вот пищи. А теперь, как обещал, расскажу, что нужно делать для того, чтобы проверить, правильно ли у вас работает желчный пузырь. Вообще, вы сильно удивитесь, если вы сейчас пойдете на УЗИ, то я более чем уверен, что у 80% у вас найдут какие-то проблемы. Либо загибы, либо перегибы, либо какие-то хлопья, осадки, еще что-то, да, неправильная сократимость. Что нужно делать? Сделать не просто ультразвуковое исследование желчного пузыря, а нужно сделать ультразвуковое исследование с так называемой функциональной нагрузкой. Возьмите с собой прямо 300 мл жирного йогурта, банана, пройдите УЗИ, дальше вы выпиваете, и вас в динамике смотрят, то есть там через 15 минут, через 30 минут, через 45 минут, смотрят, как работает у вас желчный пузырь, как он сокращается. И в норме он должен сокращаться более чем на 50%, и должен опорожняться. Еще больше полезных советов и лайфхаков я даю у себя в Телеграм-канале, поэтому ссылку оставляю в описании под этим видео. Переходите и подписывайтесь.